Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Далимов. Здравствуйте. В Самару приходит календарная зима. Как подготовили к холодам и снегопадам исторический центр города? Сколько дорог привели в порядок накануне зимы? Какие проекты были выполнены в 2022 году в Самарском районе по программе «Комфортная городская среда»? В нашей студии глава Самарского внутригородского района городского округа Самара Роман Радюков. Роман Александрович, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый день. Итак, приходит календарная зима. Практически вот уже пошли первые снегопады. Точнее говоря, вот прошел ледяной дождь. Очень жесткая была ситуация. Пришли морозы. Будет скоро снег. Как готов район к зиме? Вот с точки зрения техники, реагентов, ваша оценка? Ну, я считаю, что район к зиме готов. Сегодня, правильно, сегодня последний день осени. Завтра уже в календарную зиму мы вступаем. У нас уборку, ну, прежде всего внутриквартальных и дворовых территорий осуществляет 27 управляющих компаний, 76 товарищей собственников жилья и плюс наше подведомственное учреждение, муниципальное бюджетное учреждение «Самарское». Вот 180 дворников готовы приступить к работе и 9 единиц техники, именно той, которая будет убираться на внутрикварталке. Всего площадь внутриквартальных проездов и дворовых территорий у нас почти 500 тысяч квадратных метров. Вот тогда вы сказали 180 дворников. Цифра хорошая, красивая. С точки зрения масштабов, объемов работ, которые им нужно выполнять, вот это количество дворников, оно соответствует? Это мало, это... Ну, много тут никогда не бывает, особенно зимой. Ну, все, конечно же, зависит от стихии, потому что если будут активные снегопады, мы знаем и по опыту прошлых лет, что, конечно, единомоментно 180 дворников убрать весь район не смогут. Но, тем не менее, при средней, так скажем, нагрузке этого вполне достаточно. Самое главное, чтобы все дворники выходили вовремя на работу. У нас, когда идут снегопады, отчетная цифра – это 5 часов утра, после чего все дворники собираются на своих рабочих местах, чистят снег на внутриквартальных проездах и дворовых территориях. Мы, соответственно, силами администрации, административной комиссии, управляющими к району, с помощью городской структуры ГАТИ, мы все это контролируем и, собственно говоря, смотрим, все ли управляющие компании правильно и должным образом выполняют свою работу. Вот, кстати, важные детали интересные. Вы сказали, 5 часов утра в зимний, это в зимний период? Это в зимний период, да. И это время начала работы дворников. Вот у меня даже какая-то некая такая ностальгия. Когда я был студентом, я сам обычную историю подрабатывал дворником. И я вспомнил, что да, я начинал всегда очень рано, в 5 утра. Кстати, вот с этой точки зрения, вот вы сказали, что это контролируется, система ГАТИ, что это такое? Как она позволяет контролировать, кто вышел, кто не вышел? Ну, во-первых, мы находимся всегда в тесной связи с управляющими компаниями. И управляющие компании, и товарищи собственников жилья, они отчитываются нам о тех локациях, где находятся дворники. Ну, и просто простой математикой мы ездим, смотрим, как они работают, и считаем, верную ли информацию нам дали управляющие компании о выходе дворников. И если это не так, то потом делаем замечания и проводим работу над ошибками с теми нерадивыми компаниями. – Вот автоматизация этого процесса на сегодняшний день, насколько она, ну, большая? Потому что, с одной стороны, понятно, что невозможно автоматизировать эту работу полностью, ну, или как бы в каких-то очень больших процентах, потому что, ну, бывают и сложные участки и так далее. Но, тем не менее, вот какой процент работы выполняет сейчас техника, и какой процент работы выполняется сейчас физически? – Ну, вот, как я сказал, у нас по внутрикварталке и по дворовым территориям порядка 500 тысяч квадратных метров. Из них под механизированную уборку попадает 180 тысяч, и 296 тысяч попадает под именно ручную уборку. Нужно понимать, что Самарский район – район специфический, да, у нас на территории нашего района находятся почти полторы тысячи домов, то есть это небольшие дворики, и здесь механизированная уборка не всегда бывает актуальна. Почему дворники выходят в 5 утра? Для того, чтобы люди, которые просыпаются и выходят на работу там в 7 по 8, чтобы около подъездов было уже чисто, они смогли спокойно добраться там до общественного транспорта, либо уехать как можно комфортней даже после больших снегопадов. – Вот я начинал об этом говорить. Реагенты, как с ними? Вот есть ли запас необходимый? Потому что тоже такая важная, на самом деле, история, вот особенно когда был вот этот ледяной дождь, не дай бог нам еще раз такую в этом сезоне, потому что очень жесткая была ситуация, и вот я понимаю, что здесь, наверное, как раз та история, когда кроме как реагентами, пожалуй, бороться-то и нечем, потому что когда капает вода, вернее, идет дождь, и при этом он тут же замерзает, мороз, потому что, ну, наверное, вот больше ничего ты не сделаешь. Ты соскоблишь этот лед, но через 5 минут этот слой воды намерзнет вновь, и здесь я вот не вижу других выходов, кроме как чем-то посыпать. – Ну да, реагенты – это самая эффективная в таких погодных условиях вещь. Сейчас у нас закуплено в управляющих компаниях ТСЖ порядка 70 тонн этого реагента, но мы понимаем, что если будет потребность, они будут докупать. Потому что зима, зиме рознь, и, возможно, это будет снежная зима, и где реагент в большей степени не нужен будет, а нужна будет рабочая сила, это лопаты и трактора. – Ну, то есть надо просто его убирать, этот снег, да? – Нужно будет убирать, да. А если будет такая ситуация, как была 23 ноября у нас, когда весь город, конечно, такой маленький коллапс случился с ледяным дождем, тут, конечно, кроме реагента ничем не справишься. – Вот вы сказали, 70 тонн, и вполне возможно, будут закупать. Он вообще сейчас, в связи со всеми событиями, он сейчас не стал случайно дефицитом? То есть он есть вообще, как бы мы производим, надеюсь, сами реагент? – Ну, проблематика есть такая, да, но, тем не менее, вот эти 70 тонн, они уже закуплены, они находятся на складах управляющих компаний, и, как мне докладывают руководители управляющих компаний, пока вроде опозитоваться нечего, и можно будет закупить. Да, действительно, там часть реагентов производится за пределами Российской Федерации, но мы уже переходим на наши аналоги отечественные. – Ну да, потому что хотелось бы, на самом деле, во-первых, страна, где, ну, как ни крути, полгода зима, ну или, скажем так, холодно, и при этом у нас есть своя химия, уж не выпускать реагенты, я считаю, что это большой грех самим для себя. – Да, но я повторюсь, что реагенты, они все-таки, они работают при нулевой температуре. Если температура воздуха ниже минус 10 градусов, то эффект от распространения этих реагентов практически никакой, потому что реагент топит снег, а если сильно холодно, то у него не хватает, ну, по-русски говоря, сил не хватает растопить этот снег, и это бесполезная трата и средств управляющих компаний, и времени дворников. – Ну, вы знаете, вот, кстати, я как-то, вот, может быть, это был не реагент, может быть, это была соль, но я однажды наблюдал такую картину, не в Самарском районе, но это в целом вот в Самаре, когда при сильном морозе лед превратился в воду. Вот чем было, что было высыпано, я, например, не знаю, но вот меня это тогда крайне удивило, то есть какая-то, видимо, такая очень мощная химия, которая позволила… – Возможно, это была соль. – Возможно, была соль, да, и, возможно, была высокая концентрация соли, и поэтому, да, все-таки удалось растопить. – Потому что вот, ну, я так дошел, и я удивился, потому что прям было реально очень холодно. Вот как вы будете решать проблему вывоза снега? Потому что, опять же, в Самарском районе это сложная такая история, район сложный, небольшие дома, но вы сами вот только что рассказали. – Ну, вывозить будем снег регулярно. Мы после прошлой снежной зимы провели работу над ошибками и собираем на еженедельно штабы со всеми управляющими компаниями и ТСЖ, конечно, время покажет, но пока и техника, и все готово к вывозу снега, если мы говорим о внутридоваровых, внутриквартальных проездах, да, потому что за уличной дорожной сетью у нас… уличная дорожная сеть обслуживает компания «Экомет». Это единственный район, где не МП благоустройство, а именно компания «Экомет». Вот, они работают с нами второй год, техника не обеспеченная, 24 единицы специализированной техники и 40 дворников, смена у них выходит. И я надеюсь, что снег в этом году будет только радовать наших жителей. – Ну, с точки зрения того, что как бы он выпал, это красиво, но при этом, соответственно, он тебе не мешает жить, то есть ты можешь нормально передвигаться, ты можешь нормально ехать, идти и так далее, и так далее. – Ну, и, конечно же, если мы говорим о зиме, нельзя не затронуть тему чистки крыш, потому что для Самарского района это актуальная такая история, потому что у нас, как я сказал, почти полторы тысячи домов, и 90% из них имеют скатные кровли. Это, конечно, для зимы такая не очень приятная история. – Это сложная история? – Сложная история, маленькие небольшие дома с большими площадями скатных кровель. Мы, площадь нашей кровель, несмотря на то, что у нас самый небольшой район в городе, площадь нашей кровель практически четверть всех городских крыш. – Ничего себе! – Вот, поэтому, да, поэтому тяжело приходится к коммунальным службам, и у нас практически 90% жилищного фонда в районе обслуживает муниципальное предприятие «Жилсервис», самая крупная управляющая компания, конечно, на их плечи ложится такая довольно-таки серьезная нагрузка. Но, тем не менее, у нас 58 бригад на настоящий момент готовы приступить к работам. Это порядка 160 человек. И надеюсь, что тоже и чистить кровли будут в срок, вовремя, и травм жителям не нанесет тот снег, который будет падать с кровель. – Вот тогда, если продолжать тему готовности системы ЖКХ, вот ваша оценка, насколько сейчас подготовились к зиме, ну, которая, собственно говоря, уже наступила по факту? – Ну, опять-таки, время покажет, да, но… – Ну, понятно, что загадывать не хочется здесь, да, я с вами согласен. Пока и управляющие компании, и ТСЖ показывают, что они готовы. Но здесь только время. – А что делали управляющие компании для подготовки к зиме? – Ну, управляющие компании и переоборудовали технику, и закупали новый инвентарь, проводили инвентаризацию всего своего шансового инструмента. То есть, это для них не новая история, и, соответственно, ну, как сказали, что все готовы. Время покажет, а мы со стороны администрации, конечно же, будем контролировать работу управляющих компаний и товарищей собственников жилья, как я сказал, при помощи административной комиссии, также подключится государственная жилищная инспекция, и если где-то будут какие-то недоработки, мы, конечно же, будем на них указывать и наказывать управляющую компанию, чтобы не привело это все к нехорошим последствиям. – Если проблемы возникают, куда можно в районе обращаться? В администрацию района? – У нас, да, есть единая диспетчерская служба, она работает круглосуточно. В рабочее время есть отдел ЖКХ, ну и плюс, конечно же, каждый житель знает, к какой управляющей компанией он относится, и есть дежурные диспетчера в управляющей компании. – Система отопления, насколько готова вот этот важнейший вопрос, особенно, когда наступает холода, вот сейчас уже стало, ну реально холодно. – Опять-таки, система отопления готова, все дома запущены, и в этом году Самарский район запустился очень хорошо, если, ну мы же все прекрасно понимаем, что это самый старый район города, со всеми вытекающими последствиями, с коммуникациями, которые пришли в такое завершалое состояние. Тем не менее, весь район включен, вот, но, конечно же, аварии не исключены в течение зимы, и таким показательным моментом будет, когда температура опустится ниже, там, 10-15 градусов, когда тепловые сети увеличат давление, увеличат температуру. Как правило, вот в эти моменты и начинают появляться какие-то порывы. Дома все запущены, то есть там проблем нет, то есть управляющие компании, вот, все необходимую работу по запуску систем отопления в домах, они все провели? – Да, да. – То есть сейчас вот говорить о том, что какие-то где-то возникли, остались еще проблемы, уже все, уже все решено, на самом деле? – Конечно, есть нештатные ситуации, но управляющие компании и предприятия тепловых сетей устраняют в установленный законом срок, то есть 2-3 часа, и опять отопление подано. – Вот если говорить еще об одном таком важном моменте накануне зимы, это дороги. – Всегда осенью и весной возникает вот эта сложная ситуация, когда идут либо дожди, либо тает снег и там появляются лужи, соответственно, ехать достаточно страшно, потому что может быть яма. Вот насколько вы привели в порядок в районе дороги и сколько дорог было приведено в порядок вот накануне вот этого сложного осенне-зимне-весеннего сезона? – Ну, на территории района, если опять говорить о внутриквартальных проездах, отремонтировано 14 участков дорог, это и дворовые территории, внутриквартальные проезды. Они все сейчас находятся у нас в нормативном состоянии и в будущем году, собственно говоря, тоже приблизительно такой же объем мы сможем отремонтировать. И пока все в порядке. – То есть, соответственно, вот на сегодняшний день вот дороги вот к этому испытанию, понятно, что будет видно это все весной, но тем не менее вот эти вот циклы заморозка-разморозка, заморозка-разморозка, вода-мороз, вода-мороз и так далее, то есть вот это вот сейчас будет самое сложное. – Да, опять-таки время покажет, но я думаю, что пройдем мы зиму достойно. – Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу уже на несколько другую тему. – Хорошо. Содействие в действии. Еще одной новой детской и спортивной площадкой стало больше в Самарском районе – Самары. Теперь здесь есть все для веселого, времяпровождения детей, антитравматическое покрытие соответствует всем нормам безопасности. А для комфортного отдыха здесь разместили скамейки, урны и ограждения. В итоге площадка получилась яркая, живая, интересная. Дизайн-проект создавался при непосредственном участии жителей. Были обсуждения, размышления, даже споры. Какие-то моменты попросили скорректировать специалистов районной администрации. В итоге получили результат, которым жители довольны. И на своем примере убедились, что губернаторский проект в содействии действительно работает. С момента подачи заявки до завершения работы прошло три месяца. Это четвертая площадка в Самарском районе, выполненная по проекту содействия. Всем двором собрались и решили, что необходимо менять, делать новую. Подали заявку в администрацию района, рассмотрели заявку, приняли и начали делать. Я бы советовал другим жителям других дворов участвовать в программе реконструкции дворов. Это хорошо для детей, для самих жителей. Это нужно, это необходимо. Пусть не боятся, обращаются. Это будет все сделано. Площадка по адресу Некрасовская, 25, еще один положительный пример реализации общественной инициативы. Новое пространство для детей появилось здесь благодаря активности жителей. Роман Александрович, ну вот мы видели один из дворов, который был приведен в порядок. В целом, ну, год завершается. В декабре, я думаю, уже какие-то работы вряд ли сейчас ведутся, потому что, ну, уже не совсем сезон, скажем так, не совсем подходящее. Ну, конечно. Наверное, время. Вот уже, думаю, все уже закончено. Поэтому можно определенные итоги подводить. Вот какие в целом территории были обновлены, какие территории были реконструированы, ну, и по самым разным проектам, ну, вот по программе «Комфортная городская среда» и так далее, и так далее. Ну, у нас три проекта. Это «Комфортная городская среда», это губернаторский проект «Содействие», вот о чем сейчас был сюжет, и «Твой конструктор двора». Это сейчас такой районный проект. По формированию «Комфортной городской среды» мы благоустроили пять дворов в этом году. Здорово. Да, и закончили в конце августа, то есть при наступлении осени у нас уже все площадки были готовы. Значит, по губернаторскому проекту «Содействие» две территории. Это вот «Некрасовская-25» и по «Самарской-70», там благоустроили парковку, тоже жители очень просили, сделали такую зеленую зону небольшую и парковочные места. Вот. То есть тоже все работы завершены, и три двора мы сделали по проекту «Твой конструктор двора». На следующий год у нас тоже планы не снижать темпы. Пять дворов будет у нас благоустроено по программе формирования «Комфортной городской среды». Два двора будет сделано, два пространства будет сделано по губернаторскому проекту «Содействие», и также три двора сделаем по проекту «Твой конструктор двора». Для того, чтобы вот все это работало, всегда говорю, собственно, такой факт общеизвестный. Нужны активные жители, потому что это вот в первую и во вторую очередь. То есть необходимо их желание, необходимо, чтобы они участвовали в разработке проекта и так далее, и так далее. Вот как у вас с этим идет работа, где вы находите, во-первых, таких активных людей, потому что, ну, сложные на самом деле времена, и не все вот готовы тратить, может быть, свое время ради вот такой общей пользы. Насколько это вообще сложно найти вот таких людей, людей, которые будут, ну, стараться для других, уж по-русски говоря. Ну, вы знаете, с каждым годом таких людей находить все проще, на самом деле. А почему? Ну, потому что есть опыт уже, да, и люди видят, вот, как, опять-таки, в сюжете было показано, местные жители говорят и призывают своих соседей тоже включаться в эти проекты. То есть они видят, что это работает? Конечно, есть хорошая визуализация, да, то есть отличный двор получился. Жители соседних дворов тоже хотят, чтобы у них такие дворы были, поэтому, вот, допустим, по содействию уже к нам выходят. Если раньше, когда проект только начинался, там, в восемнадцатом году, мы искали активных жителей, да, сейчас жители приходят к нам и говорят, а мы хотим сделать свой двор. Вопросов нет. Конечно, мы включаемся в работу, причем сами жители зачастую и рисуют, ну, не сказать, что это дизайн-проект, но хотя бы, по-русски говоря, хотелки такие. Концепцию. Концепцию. Карандашиком на бумаге. Нам этого вполне достаточно, чтобы понять, что жители хотят. Потом мы собираем общее собрание, чтобы действительно все жители, большинство жителей, хотело именно это увидеть в своем дворе. И на следующий год приступаем к реализации. Кстати, если не секрет, вот среди вот этих активных людей, кого больше пожилых? Или молодых? И кто там чаще приходит? Женщины, мужчины? Просто тут интересно. Приходят все. И пожилые, и молодые. И, конечно же, каждый старается сделать для себя это пространство наиболее комфортным. Вот опять-таки, если возвращаться к сюжету, да, там у нас в этом дворе очень много деток. И плюс соседний дом – это центр эстетического воспитания детей и молодежи, где тоже воспитанники приходят теперь и с удовольствием занимаются на этой площадке. Здесь, понятно, здесь больше молодежь, так скажем, подключался, то есть у кого детки такого возраста. То есть хотели сделать хорошую детско-юношескую, скажем так, площадку для детей, для спорта и так далее. Да, но хотя есть там зона отдыха, где себя комфортно будут чувствовать и пожилые люди, там лавочки, и мягкое покрытие. То есть можно просто в теньке посидеть и посмотреть, как дети, а может быть и внуки уже развлекаются на этой площадке. – Ну вот тогда получается, что здесь самое главное – это вот некая такая организованность жителей, чтобы они выработали единое понимание, что они хотят. – Да, но в случае с большими домами, конечно, с этим иногда возникают сложности, потому что каждому человеку нужно что-то свое. Кто-то хочет детскую площадку для детей, кто-то хочет спортивную площадку для себя, а кто-то хочет просто мангальную зону, чтобы спокойно проводить время в тишине, наоборот, от детей, да, и тогда уже с помощью диалога мы находим какой-то такой консенсус того пространства, в котором будет комфортно для всех. – Вот по срокам, когда, вот если, допустим, ты хочешь, когда нужно начинать приходить в районную администрацию вот со своими хотелками, вот с этим своей концепцией, и когда примерно вот от этапа концепции до этапа завершения сколько времени должно пройти и может пройти? – Ну, на самом деле, над разработкой концепции мы работаем практически круглогодично, потому что этап идет один за другим, но если мы говорим о губернаторском проекте содействия, то заявку, уже сформированную с дизайн-проектом, со всеми расчетами, в администрацию губернатора нужно подавать до 1 ноября. Следовательно, к этому моменту уже должно быть все нарисовано и согласовано с жителями, чтобы в случае победы на конкурсе мы весной уже приступили к работам, то есть определили подрядчика и приступили к работам. Поэтому целесообразно заниматься концепцией разработки новой площадки, заниматься уже, начиная с весны, чтобы все прорисовать детально и осенью в нормальном виде документы были поданы на конкурс. То есть, в принципе, уже думать об этом можно начинать зимой, а весной приходить в администрацию уже с какими-то конкретными идеями и предложениями, с тем, чтобы получить через год у тебя готовую территорию, которую ты хочешь, которую ты мечтаешь увидеть. Да, абсолютно верно. Арман Александрович, вот сейчас время сложное, и тем не менее, скоро Новый год, осталось совсем немного времени, месяц. Какие территории будете украшать в районе к Новому году? Ну, в районе традиционно будет украшена улица Ленинградская, она, собственно говоря, уже ее начали украшать, уже горсвет у нас повесил потолки светящиеся, елку. В этом году у нас будет на Ленинградской две елки. Плюс, конечно, в каждом территориальном общественном самоуправлении будут небольшие елочки, такие для организации таких дворовых празднований. Никаких ярких каких-то таких, ну, просто пиршеств, да, конечно же, не будет, но, тем не менее, Новый год он есть, да, это праздник в первую очередь и для детей, хороший добрый праздник, поэтому про него мы не забываем. Будут проводиться мероприятия, там, и для деток, которые попали в трудную жизненную ситуацию, будем отдельно проводить елку для детей мобилизованных, тоже очень важно сейчас отметить. Вот, и, собственно говоря, думаю, Новый год будет обязательно. Ну, он не может не быть, и, соответственно, мы обязаны сделать так, чтобы дети получили, ну, вот весь тот заряд радости, который он с собой несет. Какие-то спортивные площадки будут организованы? Вот лед где-то будет заливаться, катки, вот что-то с этим связанное? Ну, у нас каток будет заливаться традиционно на стадионе «Динамо». На Ленинградской, около елки, как я сказал, там будут организованы интерактивные программы где-то числа с 25-го, наверное, по 31-го, когда там будет Дед Мороз со Снегурочкой, будут какие-то еще ростовые персонажи, да, чтобы создать такую вот праздничную атмосферу на улице Ленинградской. Ну, собственно говоря, ну, наверное, и все из активностей. Ну, и, наверное, набережная, где тоже можно традиционное место. Вот Самарский район – это Волга, где можно покататься на лыжах, где есть вот, ну, где есть то место, где можно, собственно, грязь природой вот оказаться. Да, ну, набережная, конечно, это само собой. Ясно. Большое спасибо за интересную содержательную беседу. Я надеюсь, что все те планы, которые вы сейчас озвучили, будут реализованы. Ну, и Новый год мы с вами встретим, потому что, вы правильно сказали, он приближается, и он не может не наступить. Да, спасибо большое. Спасибо. И напоминаю, что в нашей студии был Роман Радюков, глава Самарского внутригородского района городского округа Самары. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова